Если я отправлю его на лечение, не будет ли он считать меня врагом? Зависимый считает врагом каждого, кто мешает употреблению. Это истеричное доведенное до отчаяния супруга. Это и мама, которая отгоняет неблагополучных дружков и подружек. А если она еще и деньги не дает, так это вообще вражина ненависти. Враги на работе, которые мешают жить, заставляя зависимого работы. Полиция вообще негодяи. Употреблять мешают, забирают наркотики и деньги, а также могут лишить свободы и, соответственно, возможности употреблять. Вообще-то попасть в круг врагов к зависимому очень легко. Парадокс заключается в том, что и выбраться из этого круга элементарно. Ибо вся эта ненависть продиктована наркотиком или алкоголем. Как только зависимый понимает, что жил в плену употребления и подчинялся исключительно своей зависимости, то врагом становится наркотик либо алкоголь. А люди, помогавшие и помогающие сражаться с этим врагом, становятся однополчанами, соратниками, друзьями. Так что тут главное раскрыть зависимому глаза на психоактивные вещества и какие потом могут быть обиды на близких. Так что действуйте, помогайте зависимым, дабы их ненависть не была направлена на вас по делу. Я очень часто слышу обвинения со стороны зависимых в таком роде. Я 20 лет употреблял и умирал, а мама смотрела на это и ничего не сделала. Как так можно было не любить своего сына? Зависимые часто обижаются, что им не помогли свое время. И не пребывайте в иллюзиях, что человек, который живет в адском иллюзорном мире, знает, как себе помочь. Это может и должен сделать человек в трезвом рассудке. Например, вы.